Бэкью представляет серию смартфонов Бэкью Мэджик. Новейший восьмиядерный процессор, мощная батарея, яркий безрамочный экран, бесконтактные платежи. Бэкью Мэджик создан, чтобы впечатлять. От 6 990 рублей. Ребята, всем привет! Сегодня я еду в магазин, чтобы приобрести новый телефон Honor 9X. Вообще, у меня он уже был на канале, вы, если следили за моим каналом, вы могли его уже видеть. Но то был китайский Honor 9X, а российская версия, которая приехала к нам и недавно начала продаваться, она отличается от китайской. То есть, я сейчас еду именно за российским Honor 9X. Он в чем-то лучше китайской версии, в чем-то хуже. К сожалению, китайскую версию я уже продал. Сравнить не получится, но я вам хотя бы покажу, в чем они отличаются. Стоит этот телефон 17 тысяч рублей. Ну, 16 999. Там они специально скинули 1 рубль, чтобы, типа, маркетинговая цена. И продается он в двух цветах. В синем и в черном. Я посмотрел, как бы, уже, если честно, вот эти синие и черные цвета надоели. Хочется каких-то новых расцветок. Ну, я взял синий, потому что черный уж совсем как-то смотрится грустно. Поэтому я еду за синим Honor 9X. Он будет на 128 гигов. То есть, памяти там насыпали действительно много. И 4 гига оперативки должно быть. Вот. В то время, как китайский я брал, там было 4 гига оперативки и 64 в стройке. А тут 128. Побольше нам, россиянам, насыпали памяти. В общем, все. Я сейчас собираюсь, еду в магазин, на машине и покупаю Honor 9X. Вот он получается. 16 999, Honor 9X. Синий. Такой вот взял. Итак, друзья, ну вот я и дома. Вот так выглядит коробка с этим чудо-телефоном. Написано Honor 9X. Нарисован сам телефон. Я взял телефон в синем цвете. Всего два цвета, как я еще раз повторяюсь, да. Есть еще 9X Premium телефон. Он стоит на 2000 дороже, но при этом он даже хуже, чем этот телефон. Потому что у него нет NFC, представляете? Непонятно вообще, как так можно было сделать. Телефон дороже и типа с приставкой Premium, но без NFC. А в этом телефоне есть NFC. Ладно, вскрываем. Давайте, кстати, еще я посмотрю, написано здесь или нет. Когда он сделан? Сделан в 10-м месяце 2019 года. Honor 9X. 128 гигов внутренней памяти. 4 гига оперативки. Цвет называется не просто синий, а сапфировый синий. Ой, ребята, просто, просто кайф, просто кайф. Давайте смотреть, что там за сапфировый синий. Упаковано все в целлофановый пакетик дешевенький. И вот он телефон. Я его сейчас переверну, и вы офигеете, какой он красивый. Бац! И здесь мы видим вот такую вот заднюю крышку. Сразу я вижу уже отличие от китайской версии. Это сканер отпечатка пальца. Не знаю, зачем было делать такие отличия. Почему для китайцев сделали отпечаток в кнопке домой, в кнопке, точнее, включения. У них вот здесь вот сканер сбоку, а у нашей версии сканер на задней крышке. И знаете, честно признаться, тут еще нужно поспорить, какой из них удобнее. Потому что, когда держишь телефон вот так вот, очень удобно пользоваться сканером, который находится в кнопке. Но, с другой стороны, и указательным пальцем тоже удобно нащупывать вот этот сканер. Так что здесь, наверное, я не скажу, какой вариант мне нравится больше. Оба варианта отличные. Оба варианта лучше, чем сканер в экране. Это уж точно. Также здесь имеется вот такая вот буковка X. Если мы будем смотреть под некоторыми углами, мы обнаружим на задней крышке вот такую вот как бы появляющуюся буковку X. Это символизирует о том, что это у нас модель с наименованием X. Honor 9X. Также, какие еще отличия от китайской версии? Смотрите, я помню, что когда у меня был китайский телефон, вот эта боковая рамка, она была покрашена в такой матовый синий цвет. А здесь это покрашено в глянец. В глянец смотрится поблестяще и покрасивее даже, чем в китайской версии. Также имеется чехол. В китайской версии тоже был чехол. Чехол силиконовый, обычный, прозрачный, без всяких там украшателей. Самый обычный прозрачный силиконовый чехол. Ну, на первое время сгодится. И уже с комплекта на экране наклеена защитная пленочка. Вот она, видите? Раз. Наклеена идеально. Вообще ее даже не заметно. Она защищает ваш телефон от царапин. Это хорошо. Ладно, смотрим, что еще у нас есть в комплекте. Есть зарядный блок. Зарядный блок, как я понимаю, не быстрый. 5 вольт, 2 ампера, 10 ватт. Зарядка. Кабель USB Type-C. Кстати, если я не ошибаюсь, еще в том же Honor 8X был разъем USB-Micro-USB. А вот уже в 9X сделали современный Type-C. И оставили разъем для наушников. Молодцы! Камера выдвигается, получается, вверху, с верхнего торца. И на верхнем торце есть лоток для сим-карт. Сейчас мы чекнем этот лоток, что сюда можно установить. Можно ли поставить 2 плюс 1, 2 симки плюс флешку. Нет, нельзя. Комбинированный лоток. То есть, либо вы ставите 2 симки, либо 1 симку и 1 флешку. Ну что ж, включаем телефон. Посмотрим, что есть какие-то предустановленные приложения или нет. Ну, вообще должны быть предустановленные приложения. Телефон этот работает на Android 9, на Android 9. Хотя он вышел вот недавно. Почему бы не сделать было разработчикам сразу его на Android 10? Сейчас уже все современные телефоны, которые выходят, они выходят на 10-ом Android, потому что 9-ый Android, он уже как бы, ну, уходит. Телефоны, которые имели 9-ый Android, они обновляются до 10-ки. А этот телефон новый, как бы, но работает до сих пор на старом прошлогоднем Android. Вот так выглядит телефон по дизайну. Конечно, он стал немножко более современно выглядеть в сравнении с прошлогодней моделью 8X, потому что здесь убрали мы на бровь. И мне кажется, что вот эта вот рамка нижняя стала чуточку меньше, но ненамного. Камера у нас выдвижная. Фронтальная камера выдвигается. Для этого, сейчас я вам покажу, как это происходит. Просто переключаемся на фронталку, и вот она выезжает. Нет, фронталка здесь не ахти, не ахти, делает примерно... Вообще, на хонорах мне фронталка не особо нравится, знаете. Она делает какие-то слишком смазанные фотографии, делает из вас какого-то слащавого, я не знаю, азиата. Ну, не знаю, ну вот как-то не нравится мне. На хонорах фронталка какая-то, она всегда что-то чур-чур контрастная, ну, белесая какая-то, делает кожу слишком белой. Ну, короче, не нравится, не знаю почему. Вот задняя камера еще более-менее, ну, фронталка какая-то. И, конечно, может быть, вам не понравится, что камера выдвижная, да, возможно, она через время какое-то сломается. Но, с другой стороны, благодаря этому у нас практически безрамочный экран. Экран здесь IPS. IPS-экран нормального качества. У меня сейчас установлена максимальная яркость. В настройках экрана можно отрегулировать его, например, по цветопередаче. Как на всех хонорах, поставить более яркие цвета, либо обычные. Ну, я советую яркие, все-таки немножко поприятнее. Можно скрыть вот эти кнопки, если они вам не нравятся. Можно понизить разрешение, например, с Full HD+, на HD+. Тогда будет аккумулятор немножко дольше жить. Ну, то есть, настройок экрана хватает. Настройок хватает. Я хочу поменять вот эти кнопки местами. Я не привык, когда у меня кнопка домой находится слева. Я привык, чтобы она у меня была справа. Для этого заходим в настройки, в настройки навигации и меняем вот местами кнопочки. Раз. Либо вы можете их вообще скрыть, если они вам не нравятся, да. Так, вот, жесты. Включить жесты и пользоваться жестами. Но мне это тоже не по душе, поэтому я оставляю стандартные, стандартные вот эти три кнопки андроидовских. Мне они нравятся. Вот, ребята, фишечка, та, которой не хватает в китайской версии. То, чего у вас не будет, если вы будете заказывать этот телефон с сайта Алиэкспресс. В китайской версии телефона Honor 9X нету NFC. Почему? Потому что в Китае никто практически NFC не пользуется. Все платят с помощью QR-кодов. Для того, чтобы оплатить что-то в Китае, телефону нужна только камера. Вы заходите в камеру, считываете QR-код и уже через Alipay, WeChat Pay, как там у них эти платежные системы называются, просто платите. Я в Китае был, я знаю. Поэтому они экономят на своих аппаратах, не ставят туда NFC. А уже в международные телефоны, которые идут в Европу, там, в Россию, они встраивают NFC. Потому что у нас в странах все завязано, платежи завязаны именно на чипе NFC. Если его нет, ты никак не оплачешь. А с чипом NFC, соответственно, ты скачиваешь специальную программку Google Pay, добавляешь туда свою карту, включаешь NFC и ходишь, расплачиваешься. Смотрите, как я уже говорил, есть куча предустановленного софта. Это, как правило, наш российский софт. Яндекс, всеми нами любимый. Юла имеется. Что еще здесь? Яндекс Дзен, Букинг даже. Есть даже Букинг. Они, наверное, думают, что я много путешествую, буду бронировать какие-то отели. Есть Алиэкспресс. Это, наверное, сразу, чтобы заказать чехол на этот телефон хороший и защитное стекло. Либо наушники, потому что наушников в комплекте нет. Вообще сейчас очень мало телефонов. Практически не осталось телефонов, которые поставляются с наушниками в комплекте. Как правило, это либо очень дорогие телефоны, либо, наоборот, очень самые дешевые. Самые дешевые телефоны оснащаются наушниками самого поганого качества, которые стоят по доллару в Китае. Их сразу можно выкинуть, потому что слушать музыку в них это одно мучение. И наоборот, наушниками оснащаются телефоны, наоборот, самые дорогие. Например, такие, как топовые Самсунги, топовые айфоны. Там уже действительно лежат хорошие наушники. Но это все включается в цену конечного телефона. Такие телефоны стоят дороже 50 тысяч. Так что, а вот такие среднебюджетные телефоны, они уже все поголовно лишены наушников. К сожалению, раньше, я помню, практически у каждого телефона в комплекте были какие-то проводные наушники. Заходим в память, смотрим, сколько свободно сейчас памяти. Памяти, конечно, они молодцы. Они молодцы, чтобы установили сюда 128 гигов. Они хоть как-то пытались задобрить российских пользователей, добавили им очень много памяти. Посмотрите, 128 гигов. Из них свободно занято, точнее, 12. То есть, свободно больше 100 гигов у вас. Вы представляете, сколько всего сюда можно поместить на эту память? И это базовая версия. То есть, в любом случае, вы меньше по памяти телефон не купите. Это именно базовая версия. За 17 тысяч рублей получить 128 гигов. Это реально классно. Можно скачать сюда кучу сериалов, кучу игрушек. Да всего подряд. Кучу фотографий сделать. И даже флешка не нужна будет. Но вдруг, если вы всю память забьете, пожалуйста, можно еще и флешечку вставить. Также на 128 гигов. И у вас вообще будет в сумме 256. Это как на компах уже. Я думаю, вам даже и внутренней памяти должно хватить. Потому что, ну, это реально очень и очень много. А в чем минус, собственно говоря, вы спросите нашей версии по сравнению с китайской? Вот это реально минус и это реально просчет. Это процессор. Наша версия слабее, чем китайская версия Honor 9X. Смотрите, в китайской версии установлен новый современный процессор. HiSilicon Kirin 810. Это супер классный процессор для бюджетных устройств. Он уже по 7 нанометрам. То есть, по самому топовому техпроцессу. Он набирает в Antutu больше 230 тысяч баллов. Он очень мощный и очень производительный. И в то же время энергоэффективный, что самое главное. И практически не троттлит. То есть, он даже производительность свою не теряет под нагрузкой. Здесь же установили в нашу версию старый, ну, как старый. Ему уже где-то годика полтора, наверное. Процессор, который называется Kirin 710. То есть, это прошлое поколение. И этот процессор уже успел всем надоесть. Потому что он ставился в такие телефоны, как Honor 8X, Huawei P Smart 2019, Huawei P Smart Z, Honor 10 Lite, Honor 10i. То есть, этот процессор уже настолько всем приелся. И он не выделяется какой-то своей там суперпроизводительностью. Он набирает в Antutu всего лишь 150 примерно тысяч баллов. То есть, да, он как бы неплох. Но, блин, ну, сколько можно его уже вот тюкать, тюкать. Постоянно ставят его, ставят. Знаете, как будто вот застой. Времена застоя, как будто мы попали. Вот сколько новых телефонов выходит. Но уже, ну, ты уже не можешь. Ты хочешь чего-то нового, какого-то развития. А ты смотришь характеристики. Блядь, опять они этот 710-й клепают. Его уже, отстаньте вы уже от него. Но тут, я думаю, что они не виноваты. Виноваты американцы. Потому что они там заварили кашу. Они с ними воюют сейчас. И поэтому 810-й процессор Kirin, они не могут сертифицировать для международного рынка. То есть, если они бы сюда поставили этот процессор, здесь бы не поддерживались Google сервисы. Понимаете? И этот телефон был бы без Play Market, без YouTube, без всего. А нам такой телефон не нужен. Ты его просто не продашь. В России, в Европе телефон без Google сервиса. С какими-нибудь китайскими аналогами. Да люди скажут, да нахера нам это нужно? И поэтому пришлось вот так вот ухитряться и ставить прошлогодний процессор. Который уже как бы вышел, можно сказать, из актуальности. Но с другой стороны, люди, которые не разбираются. Людям, которым вообще пофигу на процессор. Они придут в магазин. И какая им разница? 710-й, 810-й. Они купят, да они посмотрят, что все нормально вроде запускается. Ничего не лагает. Все как бы открывается. Памяти дофига. Цена нормальная в сравнении с конкурентами. Конкурент кто этого телефона? Ну, опять же, Samsung A50, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Realme 5 Pro. То есть, конкурентов хватает. Конкурентов хватает. Кстати, я хотел еще отметить, у этого телефона минус. Это, конечно же, наличие всего двух камер. Сейчас это уже непозволительно. Ребята, непозволительно. Потому что сейчас конкуренты за эти же бабки дают 3-4 камеры. Посмотрите на Redmi Note 8. Посмотрите на Realme 5 Pro. Там 4 камеры. Причем там есть и ширик, и макрообъектив. Здесь же только обычная камера. Обычная камера. И здесь камера для портретов. Все. По сути, по сути, никакого изменения в сравнении с Honor 8X. Да даже с Honor 7X. Там тоже было две камеры. И в Honor 6X даже было две камеры. То есть, ну не знаю, почему нельзя было сюда поставить ширик. У вас уже в том же Honor 10i стоит ширик. Здесь вот его не поставили. То есть, ребят, на самом деле телефон довольно-таки спорный. Довольно-таки спорный. И сложно сказать, что это лучшее предложение за свои бабки. Что здесь хорошо, так это батарея. 4000 мА по сравнению с Honor 8X, с прошлогодним телефоном. Батарея немножко выросла в своем объеме. И телефон стал держать дольше. Плюс, конечно, мне нравятся еще несколько режимов производительности. Можно наоборот поставить телефон в производительный режим. Тогда у вас батарея будет быстрее расходоваться. Можно включить лайтовый режим энергосбережения. А можно включить наоборот самый ультра. Ультра энергосбережения. И в таком режиме телефон у вас способен продержаться. Сколько он там мне писал? Ну, несколько дней. Вы представляете? То есть, по энергосбережению. Ультра 139 часов может прожить телефон вот в таком вот черно-белом режиме. Вот посчитайте. 139 на 24 разделить. Это сколько? Это практически неделю, е-мое. Можно проходить вот такой вот в режиме звонилки. То есть, вот это, конечно, плюс. И плюс, конечно, это еще оболочка MUI. Очень плавная, очень стабильная. Но, как я отметил, уже хотелось бы, чтобы это все работало на свежем андроиде. Надеюсь, что он все-таки обновится до андроида 10. Вот сейчас давайте я зайду в обновление ПО. Может быть, он что-то найдет. Вот сейчас у меня установлено MUI 9.1. Кстати, скоро должна быть уже, должна выйти на этот телефон MUI 10. И, возможно, это MUI 10 уже будет работать на андроиде 10. А может быть и нет. Может быть, он обновится на MUI 10, а андроид так и останется девятой версией. Но нет, как вы видите, проверяю. Он пишет, что обновлений нет. У вас установлена самая последняя версия. Ну и давайте, ребята, я вам сейчас покажу пару примеров фотографий и примеры видео. Съемка видео на Honor 9X. Снимаю сало, Full HD, 60 кадров в секунду. Это на самом деле настоящая, ребята, сало. Если вы не верите, это сало. Сало, мама, сало. С чесноком. Съемка пошла. Запись видео на фронталку. Слишком она делает какое-то все светлое. Не знаю, зачем она так пересветляет все абсолютно. Вот так вот записывает фронталка в Full HD на Honor 9X. В итоге, ребята, что я могу сказать по этому телефону? Смотрите, если вы хотите именно себе купить Honor, если вы хотите вдруг, вы не рассматриваете телефоны других брендов, у вас есть выбор. Либо купить этот Honor, либо купить прошлогодний 8X. Он не намного хуже. Прошлогодний 8X. Он будет стоить дешевле, но при этом там будет меньше памяти. Там будет 64 гига, а не 128, как здесь. Там будет монобровь. Здесь более современный дизайн. Ну и по сути, по факту, больше серьезных отличий не будет. Там будет немножечко меньше аккумулятор. Но при этом Honor 8X можно купить где-то за 13-12 тысяч сейчас. Этот же телефон стоит 17 тысяч. Готовы переплачивать? Ну тогда покупайте свежую модель 9X. Вообще, если у вас уже есть Honor 8X, какой-нибудь Honor 10 Lite, Honor 9 Lite даже, возможно, то менять его на Honor 9X, ну я не вижу какого-то серьезного смысла. Можно присмотреться к более дорогим Honor, например, таким телефонам, как Honor 20. Там уже все совершенно другое. Там совершенно другой процессор, камеры. Но это уже флагманский уровень. Здесь же все-таки мы наблюдаем телефон среднебюджетного сегмента. Ничего выдающегося в нем нет, но при этом он сбалансирован неплохо. То есть все самое необходимое как бы здесь присутствует. Но ничего выдающегося, да, чтобы сказать, вау, блин, это все. Это такой телефон, который прям лучший. Нет, такого здесь нет. Интересно посравнивать его будет с конкурентами. Пишите свои комменты, нравится вам этот телефон. Что вы думаете, вообще выгоден он за свои деньги? Я считаю, что в принципе он неплох. За свои деньги нормально. Если бы они его поставили где-то тысяч за 20, это было бы уже многовато. А вот за 17 тысяч вполне, мне кажется, он найдет своего покупателя. На этом все. С вами был Дима. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.